Пока в Минздраве признают свою неспособность решить проблему, на старте медицинская реформа, которая требует не только значительного финансирования, но и подготовленности врачей, пациентов и государства. Пока же медреформа нуждается в доработке и широком обсуждении, так считают в оппозиционном блоке. Почему полицила не голосовала за законопроект в первом чтении, объяснил глава фракции Юрий Бойко во время встречи с медиками полтавского противотуберсколезного диспансера. По его словам, в документе нужно четко прописать, кто и за какие услуги должен платить. Малообеспеченным государство должно помогать в приобретении лекарств, а для врачей создать прозрачную систему распределения больных. В целом же, для подготовки медреформы Украине нужно от 3 до 5 лет. Починать нужно увеличение финансирования в медицине, увеличение финансирования и по зарплатам, и по лекарствам, чтобы не было таких явлений, когда хворие сами закупируют себе лекарств, а не получают это, что нужно в Конституции Украины. Поэтому увеличение финансирования, первое. Другое, нужно работать с системой государственного страхования, чтобы люди, которые им не имеют возможности платить за лекарств, за них платила государство.